9 мая 1945 года Казанский университет, чтобы защитить нашу общую родину. Отмечать День Победы масштабно и с особым размахом стало одной из добрых традиций Казанского университета. Но в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой празднование прошло в онлайн-режиме. Состоялся бессмертный полк КФУ и стартовала патриотическая акция. Эта традиция появилась 5 лет назад, 70-ю годовщину празднования Победы в Великой Отечественной войне. Тогда впервые более 5000 студентов и сотрудников вышли на улицы Казани с собственным памятным маршем. А для жителей и гостей столицы Татарстана появилась новая достопримечательность. В дворе главного корпуса КФУ открылся мемориал, где каждый год ветераны могут вспомнить своих товарищей и возложить цветы. В этом году ректором КФУ было принято решение установить дополнительные мемориальные плиты. На ней будут начертаны 103 новых имени. На территории ректорского садика также располагается памятник татарскому поэту, военному корреспонденту, герою Советского Союза, Муседжи Алилю, который учился на рабфаке. Стоит отметить, что в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Аллее Славы возвели фигуры девяти журавлей, как символ веры и мужества, памяти и связи поколений. Немалую роль в достижении Победы сыграла и наша Альма-Матер. 75 лет назад, 22 июня, студенты готовились к последним экзаменам. Но как только пришло известие о начале войны, вышли на митинг. Была принята резолюция, согласно которой студенты и преподаватели заверили советское правительство в своей полной готовности до последней капли крови защищать честь и свободу Родины. Покинув стены вуза, многие из них ушли на фронт, а оставшиеся в ТЛУ трудились и работали над научными исследованиями, в том числе с участием Академии наук СССР. Диана Шилова, Олег Апачаев, Универньюз.